Я читаю тринадцатую главу из четвертой книги царств. Который ввел Израиля в грех, и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиля, и он предавал их в руку Азаила царя Сирийского и в руку Венадада сына Азаилова во все дни. И помолился Иохаз лицу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь Сирийский, и дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян, и жили сыны Израилевы в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако же не отступали от грехов дома Иеравама, который ввел Израиля в грех, ходили в них, и дубрава стояла в Самарии. У Иохаза оставалось войско только пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших от того, что истребил их царь Сирийский и обратил их в прах на попрание. Прочие об Иохазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иохаз с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоаз, сын его, вместо него. В тридцать седьмой год Иоаза, царя Иудейского, воцарился Иоаз, сын Иохаза, над Израилем в Самарии, и царствовал шестнадцать лет. И делал неугодное в очах Господних. Не отставал от всех грехов Иерваама, сына Наватого, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Прочие об Иоазе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И умер Иоаз с отцами своими, а Иерваам сел на престоле его. И погребен Иоаз в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоаз, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей, «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому, «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал, «Отвори окно на восток». И он отворил. И сказал Елисей, «Выстрели!» И он выстрелил. И сказал, «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сирьян в афеке в конец». И сказал Елисей, «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому, «Бей по земле». И ударил он три раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий, и сказал, «Надобно было бы бить пять раз или шесть, тогда ты побил бы сирьян совершенно, а теперь только три раза поразишь сирьян». И умер Елисей, и похоронили его. И полчища Муавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчища погребавшее, бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои. А заил царь сирийский теснил израильтян во все дни Иохаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их, и обратился к ним ради завета своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не хотел истребить их, и не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил, царь сирийский, и воцарился Венадад, сын его, вместо него. И взял назад Иоаз, сын Иохаза, из руки Венадада, сына Азаила, города, которые он взял войною из руки отца его Иохаза. Три раза разбил его Иоаз и возвратил города Израилевы.